всем привет мы снова в эфире программа never be alone in berlin как ни странно меня до сих пор спрашивают что ты делаешь зачем ты делаешь для кого ты это делаешь отвечаю еще раз совершенно честно я делаю это в первую очередь для себя потому что мне приятно общаться со своими друзьями со своими знакомыми о которых даже я не всегда все знаю точнее как выясняется по ходу эфиров я большинство не знаю и это вот сегодня опять как раз тот случай сегодня в гостях у нас лариса шендрик в котором мы знакомы уже энное количество лет и так чтобы встретиться поговорить по душам узнать подробнее да как получилось что ты приехала что ты делала здесь все это время вот это та возможность когда я узнаю о человеке который мне кажется интересным а моя убежденность что не интересных людей практически не бывает и я хочу чтобы вместе со мной вы узнавали об этих людях то есть я просто с с вами делюсь своей беседой never be alone in berlin вокруг вас всегда есть очень интересные люди собеседники так что приветствую всех еще раз на передаче спасибо лариса что нашла время и я домой мы потом объясним почему тебе было тяжело найти время как и сейчас узнала это все не так просто в связи с твоей именно профессии но а начнем как всегда вопроса моего любимого кто ты ларисочка а ну здесь в берлине в общем-то по жизни я учитель я работаю здесь в начальной школе в нойкёльне учителем начальных классов у меня классное руководство это автоматически значит здесь в берлине что я веду все предметы как человек в здравом уме и твердой памяти я отказалась от преподавания немецкого языка в школе в берлине да я думаю что тут как понятно почему хотя преподавала язык в пятом и в шестом классе и сейчас вот у меня первый класс я делаю онлайн скулинг и это конечно тоже в какой-то степени и немецкий язык но тем не менее у меня есть надежная поддержка в лице носители языка мута шпраха как это здесь говорится да прекрасно да бог вот я мама двоих детей 1 13 то есть он как раз у нас ходит в пубертет одному четыре года у того вообще каждый год какие-то кризисы шоу там маст го он и он вот этот онлайн скулим он открывает нас всех с новых незнакомых сторон в этом мы видим все таки плюсом мы стараемся держаться на позитиве я правильно заняла тебя что ты кто ты это ты учитель и мама еще я фанат клуба или на моя вообще эллин фанат потому что именно или не дает нам сейчас всем сойти с ума та активность которая происходит она здорово поддерживает то есть у тебя как минимум постоянно занят мозг осознание того что делаешь ты чтением твоих постов ну то есть у меня занят мозг и ты конечно настраиваешься совершенно на другую волну спасибо большое мне очень приятно это слышать потому что это как раз то чем я занимаюсь пытаюсь сама не сойти с ума и держать хвост пистолетом поддерживать моих друзей и участников моих групп кстати подписывайтесь артен онлайн есть ссылка в свободном доступе но сегодня мы будем говорить только о тебе хотя мне конечно очень очень приятно большое спасибо скажи пожалуйста самого начала откуда ты где-то родилась как появилось желание или она не появилась и пришлось когда началась что ты попала в германию ну собственно у меня так получилось что оно что мне пришлось потому что на пятом курсе факультет иностранного языка педагогического университета в городе красноярска это в сибири это недалеко от озера байкал сравнительно недалеко то есть это там 18 часов на поезде от красноярска до иркутска ну и вот вам пожалуйста байкал на котором я своему стыду ни разу так и не была прожив 20 лет в сибири вместе съездим обязательно организуем нашу группу и поедем да да вот нам есть к чему стремиться и у нас уже появились новые планы сегодня как раз так вот да я приехала собственно берлин чтобы подтянуть немецкий язык хотя у меня был факультет англо-немецкий у первый язык был английский мне нужно было сдавать госэкзамен коллега я тоже первый язык английский немецкий мне даже подтягивать не пришлось бы потому что я не знала вообще вот вот я проучилась в университете пять лет и за полгода до госэкзамена я для себя понимаю что я не сдам хотя не исключено что это была просто предэкзаменационная паника но она у меня я вообще любитель раздуть из мухи слона я раздула эту панику даже в глазах родителей пришлось ехать в германию и родители вообще была такая проблема что действительно у нас тут на тот момент и сейчас слава богу тоже живут друзья родителей которые помогли мне приехать как у перр мэттен в немецкую семью кто был инициатором как тебе помогли это через университет нет нет то есть друзья которые жили здесь они связались с агентством непосредственно здесь беременно здесь были друзья здесь были друзья они нашли семью в которой мама была ученым папа летчик разница между ними было 26 лет ей 26 ему 52 чисто немецкая чисто немецкая семья они начали искать упор еще до того как ребенок родился но это типичная интеллигентские это заморочки да и они нашли и вот мы с ними познакомились по телефону и феврале 2002 года я сюда приехала то есть отчет твоего пребывания в германии можно начать 2002 года как у пермечен ты приезжаешь чтобы сдать экзамен да то есть я приехала на год моя задача была выучить язык и вернуться обратно через год ребенок конечно настолько привязался что эта семья слезно стала просить остаться еще и в нем маленький годовалый ребенок успел к тебе так привязаться и естественно мне пришлось предпринимать какие-то действия чтобы здесь остаться потому что программа оп рассчитана только на один год и мне пришлось поступить в университет пришлось пришлось я не собиралась там учиться поэтому я выбрала факультет и самым низким проходным балом и это был факультет теории музыки и археологии в гумбольд университете вот это поворот вообще неожиданные какие мы открываем про тебя новости подожди а мне сейчас стало интересно а кем ты хотела быть когда училась в красноярске я всю жизнь хотела быть учителем с 5 лет страдал мой брат на два года младше меня потому что он вместе с обезьянками там мышками и куклами сидел и писал в маленьких тетрадках которые я сама вырезала для этих кукол я все сама писала я потом проверяла это было вообще какая-то счастливая что-то из детства поняла свою вот как-то так сложилось обратно отличником вырос благодаря тебе брат нет он не вырос отличником но у брата все сложилось слава богу прекрасно может быть он тоже видит виталий привет я тебя очень люблю виталик у нас теперь у виталика тоже очень интересная судьба он учился всю жизнь на бухгалтера на экономиста в 30 по моему три года он поступил в летное училище вместе с 17 летними исполнил свою мечту и сейчас он пилот компании победа которая в том числе совершает рейсы из берлина в москву вот мой выход и на победу нашли и если что через виталика виталий к тиму более большой привет надеюсь увидимся на одном из твоих рейсов это из москвы берлина какие приятнейшие новости мы открываем про это мы тоже отдельно можем поговорить как часто они летают и что происходит но это была бы передача уже тогда про твоего брата это было бы несправедливо про него есть очень много чего интересного рассказать может быть он сам сможет прийти как может быть такой красавчик такой форме когда форму одевают от у летчиков это просто все а кто из нас не мечтал о летчиках ах 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 и полетному полюбина это очень красиво девочки не перестаем мечтать да нет виталик не свободный он женат и у счастлив в браке и но по полю то с ним можно пройтись с формией можно пройтись по полю сфотографироваться пококетничать он джентльмен виталик мы ставим как бы в план на будущее расскажи пожалуйста дальше ларисочка в общем тебе пришлось поступить на археологию и теорию музыки это у меня какой-то взрыв вообще мозга как это ну вообще ну вообще не знаю какие там предметы потому что единственное куда я ходила это дальше на курсе немецкого языка которые для студентов бесплатно при университете по студентам или там чисто символическая какая-то плата чуть ли не 10 евро за полгода такой хитрый ход у тебя получился слушай но иностранцы же по моему не могут вот вечно оставаться студентами они через какое-то время если не перфомит по моему все таки вы знаете я выяснила короче говоря я сейчас объясню так с 2000 какого-то пятого года так потом была пауза это сейчас я вкратце об этом скажу но суть в том что я 10 лет здесь я была студенткой с меня никто ничего не спрашивал единственное я должна была оплачивать свой студенческий билет это было в пол за полгода 354 евро и это собственно был мой проездной то есть по всему берлину никто меня не трогал при том что я могла отмораживаться например вдруг был какой-то период с работой мне никто не писал там типа куда вы пропали почему вы не сдаете зачет лариса ты меня сейчас просто просто все мое мировоззрение переворачиваешь понимаешь я написала целую книгу про немецкого мужа о том как я хотела попасть в германию что мне пришлось с бедным человеком немцам там сотворить чтобы остаться здесь сейчас как вот сейчас говорят а что так можно было да просто посложите спокойно жить и платить просто за проездной и при этом нет значит семья возвращаемся к тому что я здесь то есть я стала студенткой да я продолжала работать в этой семье ну по идее так и получается да то есть ты студент ты снимаешь сам квартиру тебе никто то есть нельзя рассчитывать на бафик я сразу скажу что я бафик не получала еще бы и бафик это было бы уже вообще да можете просто повезло можете просто как-то не заметили потому что мы так вообще все приезжали оставались это же просто как но очень хорошо звучит я не знаю можете не заметили но дальше история продолжалась таким образом что вот когда я уже здесь серьезно начала собственно эти десять лет я подтверждала свой диплом российский диплом потому что я хотела здесь быть учителем у меня кстати такая же да мне его подтвердили но без права работать в государственных школах с возможностью преподавания в частных вот если бы ты подала сейчас еще раз если бы тебя взяли возможно тебе пришлось бы сделать это клиент но уже не два года а параллельно сразу 18 месяцев параллельно с работой и это это возможно я не такая отважная женщина как ты и мы сейчас об этом поговорим отдельно потому что для меня работа в школе даже в самый хороший я понимаю что я никогда психологически это не потяну и закончится так как какими-то страшными историями и даже в книгах нельзя будет написать я тебе сейчас расскажу вот я вот я прямо думаю до страшных историй еще дойдем но вот все-таки понять вот это вот становление что ты пыталась подтвердить диплом училась и в какой-то момент все сложилось да просто мне изначально его не подтвердили мне его не подтверждали запретили работать и я как-то эту идею оставила потом через какое-то время ситуация изменилась и я подала документы еще раз и сенат ответил да мы подтверждаем ваш диплом вам нужно сделать внимание 10 модулей в университете на германистике в бумбальти говорит университет выбирайте любой но нужно сделать 10 модуль 10 модуль это 10 экзаменов в разной форме один модуль тебе просто должен каждый раз приходить и тебе уже его зашли какие-то модули это устные да а какие-то модули нужно написать хаусарбайт на 10-15 страниц и в общем 8 модулей я сдала где-то наверное года ну то есть я еще работала параллельно потому что нет 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 это да мы немножечко перескочили потому что то есть я поступила в университет и в этот же момент я встретила здесь своего мужа вот с этого момента поподробнее это было тоже очень интересно нет муж не немецкий очень талантливый человек ученый и он здесь работал в университете я сейчас не буду а ученый в какой области химик химик да он закончил МГУ и ну действительно очень интересный очень с хорошим чувством юмора и но не интересного бы ты не выбрала знает тебя кто попала бы рядом не оказался да ну выбор это тоже был таким наверное не случайным потому что я увидела здесь приехав сюда я работаю у пер я случайно вижу трансляцию венского балла бал дебютанта к которому там я не знаю уже сколько сотен лет и он проходит каждый год и вдруг да и я делюсь то есть мне я приехала мне 22 года Гастмута то есть в этой семье мама ей 26 лет и она приходит с работы с работы она приходила примерно в половине 12 вечера потому что она фанатичные ученые она работает в Шарите здесь в Берлине до сих пор она занимается я сейчас боюсь термин сказать неправильно в общем процессы которые происходят в головном мозге у человека как это интересно да не буду врать не вспомню сейчас и суть в том что она приходит и я вот в таких вот я видела по телевизору трансляцию на следующий день она мне поговорить Лариса если ты хочешь ты можешь принять в нем участие такой милейший человек да до 26 лет ученые в Шарите и с таким добрым сердцем это потрясающе да она пытается сделать тебе приятное да помочь тебе осуществить мечту это Петра если она будет вдруг как-то увидит я очень люблю этого человека и очень ей благодарна в общем короче Петра говорит мне о том что ты можешь поехать но тебе нужно будет три раза слетать в Вену на репетиции платье причем она все продумала значит платье можно взять на прокат обязательно должно быть красивое белое платье но говорит дело за малым нужен партнер ты не можешь полететь на этот балл одна нужен партнер обязательное условие обязательное условие не мудожество лукаво на тот момент это на секундочку вот уже где-то 2000 да это 2002-2003 год я совершенно как-то вот найти сайт знакомства вот случайно на первый попавшийся сайт знакомства я пишу дорогие друзья мечтаю поехать на Пенский балл мне нужен партнер поэтому если вы живете в Берлине у вас есть чувство ритма и так то если вы мужчина да ну тогда еще парень молодой человек да девушки то просто скорее откликаются а то именно да да то есть я написала о том что мне нужен партнер и что пожалуйста свяжитесь со мной и да действительно несколько там я не знаю человек пять может быть откликнулись сразу вот опять новый хайлайт от Ларисы как можно познакомиться правда да совершенно ненавязчиво совершенно ненавязчиво да пять человек откликнулись сразу ну естественно я просматривала просто кто там вообще на этом сайте был и мой муж он мне очень понравился и он не отреагировал никак так подождите я сейчас наверное вас немножко дезинформировала потому что откуда я муж это взяла я выбрала визуально мне понравившихся людей на этом сайте и всем отправила одно и то же сообщение да может я думаю как это не отреагировал если он уже конечно как я вообще его да и дальше получилась такая история что все кому я написала они отреагировали так или иначе что да интересно ну и там задавали какие-то вопросы по поводу вообще технической стороны а он отмораживался и отмораживался он неделю и именно на 8 марта я это очень хорошо помню от него приходит сообщение короткое что ему было бы это интересно дальше мы выясняем что мы живем в Берлине на соседних улицах фактически нет ну я всегда говорю что союзы все заключаются на небесах просто об этом нужно как-то узнать и дальше вот кстати наше знакомство с Ильяной началось с того что мы встретились в одной компании и на Ильяне была потрясающая шапка сейчас скажу почему про шапку речь потому что когда он меня спросил как я тебя узнаю я говорю на мне будет очень смешная шапка и там нельзя было ошибиться вообще про шапки в нашей жизни да про шапки в нашей жизни шапку мне связала моя подруга еще в Красноярске она была очень смешная потому что есть такая пряжа она как червячками такими изогнутыми зеленая такая у меня оранжевая была вот и вот в этой шапке это была моя любимая шапка смешная очень вот я пришла на свидание и и он пришел и он пришел мы с ним встретились мы разговаривали и а сразу вот искра такая Искра была сразу да это была действительно искра то есть короче говоря на следующем свидании мы уже забыли о том что мы собственно собирались на Венский бал вот так сказочная история слушай ну и вообще я как бы поражена и восхищена такими мужчинами которые откликнулись не только твоим мужем а вообще которые сказали ну да мы можем поехать потому что мужчины они же вообще стесняются обычно не умеют танцевать а тут какая-то такая ну это просто челлендж я бы сказала вот тех мужчин которые я знаю вот прямо уговаривать надо было ехать но нет вот реально вот такая была история да что от Ирны не поехали или успокой меня все получилось мы не поехали мы вообще мы влюбились друг в друга у нас закрутился роман свой венский бал да все остальные просто отдыхают в стороне да это было действительно так и закончилось все свадьбой в Красноярске когда я уже отсюда уехала то есть мы фактически жили здесь вместе на протяжении года потом я приняла решение все-таки сдать экзамен закончить свое образование в России именно поэтому я вернулась в Россию я сдала экзамен и буквально через месяц мы в Красноярске собирались свадьбу ну вообще красота да то есть ты потом уже уча здесь в университете тебе по идее уже и не надо было ничего подтверждать нет ты же уже была супругой поэтому это совсем другое да я и хочу сказать что когда мы вернулись благодаря моему мужу у которого здесь был уже рабочий контракт естественно я за ним замужем я была замужем так что забудьте все что мы сказали до этого в университете но если бы не мой муж и если бы я осталась в университете я полагаю никто бы меня так и не трогал потому что вот смотри на тот момент пока мы с ним еще не познакомились я уже была студенткой и меня уже тогда никто ничего не изменилось ничего не изменилось то есть ты не ходила в Алсуэнда Бехерда не меняла статус ничего потому что обычно когда ты выходишь замуж тебе как-то дают совершенно другой статус и уже не ПМЖ мы уже когда с ним сюда приехали тогда мы вместе были в Алсуэнда Бехерда конечно и тогда уже у нас был другой статус да благодаря моему мужу я тоже получила здесь ПМЖ и да то есть ну только самое лучшее могу сказать несмотря на то что сейчас мы не вместе вы не вместе? нет мы не вместе мы расстались так сложились обстоятельства но мой сын он прекрасно общается с папой у них прекрасные отношения и в общем то все очень удачно я считаю ну просто бывают такие отношения когда людям у них становится тесно по каким-то причинам то есть вы по хорошему по-доброму расстались с друзьями но какие-то ну вы знаете давайте уже я думаю что он не будет смотреть эфир я ничего не сейчас не собираюсь сказать плохого о своем бывшем муже я хочу сказать ребята слушайте свое сердце не слушайте немецких адвокатов я мой посыл был всегда расстаться вот мне ничего не нужно было от моего бывшего мужа на свою беду я встретила немецкого адвоката который сказал вы находитесь в германии у вас очень много прав он должен вас содержать при том что он хорошо зарабатывает он должен содержать вас ребенка и я по глупости я купилась на это скажу сразу я проиграла процесс при том что я была мама-одиночка у меня не было какой-то у меня была зарплата в 900 евро я работала фитнес-студии в киндо-бетроинге я проиграла процесс я платила потом еще извините своему бывшему мужу вот в прошлом месяце я заплатила последнюю рату потому что он просто он был обижен моим поступком когда я сообщила ему что нет я беру адвоката это была абсолютно моя вина отношения испортились мы не общаемся он прекрасно общается с сыном и виной всему да я доверилась немецкому адвокату который просто меня здорово подставил это очень большая ну мне очень жаль что так сложилось потому что это прямо трагедия и не выиграла и отношения испортила и этот адвокат еще ему и заплатили за да да причем ему платил город я в тот момент адвокату не платила потому что я вот у меня была вот эта зарплата всего лишь и это было все это правда и это очень большая то есть ребята нужно самое ценное это вот хорошее отношение это было так здорово до этого адвоката пока мы прекрасно общались ну расстались расстались но мы оставались друзьями он ну то есть мы приезжали другу в гости при том что у него уже были новые отношения и это все было отлично слушайте свое сердце это правда да и это говорит вам человек который понимает о чем говорит и прошел на себе и от себя тоже могу добавить только что с возрастом я тоже поняла что ничего в этой жизни нет важнее чем хорошие добрые отношения и всегда есть возможность найти как-то договориться потому что в каждом человеке даже какая бы не была последняя сволочь есть что-то доброе и хорошее ради чего можно пытаться поддерживать отношения нормальные ой ладно тема такая же вытрепещущая да ты знаешь я еще хотела добавить только чтобы ну вы понимаете в чем дело нельзя обвинять человека вот можно сказать ну что это он на принцип пошел тебя еще наказал он меня просто предупредил ларис если ты на это пойдешь пощады не жди ну мы сейчас можем тоже говорить конечно про качество мужчины который идет против женщины с детьми и все ну он меня предупредил это тоже мой выбор но это я считаю все равно жестоко с его стороны но это как бы пускай на его совести остается мы сейчас да про это говорить не будем все таки мужчина для меня это в первую очередь про благородство а не про какие-то взаимозачеты если ты так то я тогда так но это же твоя история и никто лучше тебя ее не знает как там все было как происходило поэтому это очень тяжело конечно так сейчас разбрасываться какими-то фразами давай лучше вот о хорошем поговорим точно однозначно о твоем предназначении как так получилось что ты вот туда такими шажками шла шла и как бы тебя там в сторону не пыталась занести в археологию ой там еще была очень интересная сторона я об этом буквально скажу два слова конечно с археологией как вы понимаете с музыкой не сложилось но в тот момент когда я училась там и ходила на курсы немецкого языка осенило меня что а что это и на археологию то пошла в конце концов я вообще у меня папа музыкант заслуженный артист России и мы с ним с 11 лет гастролировали зимой я на протяжении сейчас скажу 12 13 лет была снегурочкой у меня здесь есть костюм такого костюма нет нигде просто вы такого не видели я вот клянусь вам сколько я видела костюм а как мы его можем увидеть как-то в нем рассказать мы придумаем скоро карнавал мы сделаем какой-нибудь флешмо поденемся там а так на Новый год ты никуда не приходишь ну как-то я решила я не знаю мне показалось что наверное после сорока это смешно это не смешно после сорока вообще не смешно жизнь только начинается только начинается и у снегурочки поверьте мне такая же женщина все тоже еще да ну в общем это я просто к тому что были какие-то позывы и я вдруг подумала ну так вот прекрасно я в стране оказалась почему бы не поступить мне на театральный факультет так и таким образом я короче говоря поступаю легко какого учебного заведения фрай университет там есть театральный факультет и на этот театральный факультет я перевожу со своей археологией благополучно никто меня не останавливает я вообще помню никто не останавливает ты такой куда хочешь туда идешь в общем я прихожу на этот факультет и понимаю что где-то я не дочитала что-то мелкими буквами ибо это актерское мастерство там только тебе как кружок понимаешь а в основном это теория театра это скукота скукота но было разнообразие в нашей жизни потому что в один прекрасный момент мы видим все объявления в Берлине снимается часть значит превосходство Борна фильм с Мэттом Деймоном и одна из его частей конечно снималась в Берлине на Александр Платт и всех студентов театрального факультета в обязательном порядке в массовку которая снималась как я говорю где-то в феврале на Александр Платт обалденно ну скажи что ты пришла в костюме снегурочки и попалась нет ты знаешь там нам это еще были не такие прям турбулентные времена чтобы можно было в костюме снегурочки прийти нас обязали видят снегурочку слушай но я вообще об этом не подумала в тот момент интересно что как всегда нашлись три русскоговорящие девушки на этом факультете абсолютно вот безбашные но очень талантливые в общем наша задача была попасть в кадр это было очень смешно потому что на крыше кауф этого кауфхофа и вот на соседних крышах везде стояли камеры людей распределили по трем группам сказали значит вот когда вам значит там отмахнули где-то вы все идете в центр нужно было демонстрацию а мы смотрим откуда снимает камера и бежим в ту группу через всю площадку это было очень смешно а в фильм попала ваши вот эти старания значит брат моего мужа старательно пересматривал раз семьсот куски с демонстрациями я ему все говорила вот я там в красном шарфе ты меня должен там обязательно увидеть мы все были в черном и в красном это была такая заявка да в общем я ни разу не смотрела эту часть ни разу я всем рассказываю а дети в каком восторге в школе когда я говорю я представляю себя и ты рассказываешь о себе факты и они должны сказать правда это или не правда естественно когда я говорю что я снималась в кино с Мэттом Дэймоном все такие нет не правда я говорю а вот так а я бы сказала правду потому что когда кажется что ну вот уже такие вот факты какие-то отчаянные яркие лучше говорить правду потому что человек такое просто не придумывает да ты знаешь а дети там 10-12 лет не знают и вот это была история тоже еще одна интересная а потом дальше путь становления моего здесь как учителя он продолжился когда мы уже сюда вернулись я подала документы их не приняли и потом когда уже мы были в процессе развода стало понятно что надо попробовать еще раз потому что фитнес и 800 евро бруто на секундочку то есть на это там 536 то есть остается практически социал после всего да социал отказался платить потому что я типа студентка студентки мне бафик не платят потому что мне уже 27 лет там 28 ситуация была такая что ребята вот я не могу сейчас объяснить как это происходило это было как в мультике есть такой мультик про Масяню может быть ты когда-то видела в общем там есть только слушай можно я не видела но конкретные которые вот там был момент а можно у тебя занять чтобы потом отдать чтобы потом еще раз занять и вот так вот это было какое-то время ну тьфу тьфу слава богу просто слушай ну мне кажется вот эмигрантские истории они как бы вот в этом есть у них очень часто вот такой объединяющий момент что всем нам в какой-то момент пришлось ну прямо туго но знаешь сейчас же об этом вспоминаешь и как-то уже нет но это было очень здорово и все собственно я сдала эти 8 модулей потом я наверное вот интересно я уже числилась на факультете и я застоприлась на домашних работах письменных на немецком языке то есть я на русском там вот написать научную работу по-русски диплом в университете это тоже была отдельная история спасибо моему бывшему мужу который сидел в ленинской библиотеке копировал мне статьи в 2004 году и присылал каким-то образом и я естественно написала шикарную там работу ну списала а тут надо было на немецком а тут это вообще именно и мне их нужно было написать на немецком языке на это у меня ушло мучение наверное года три и за эти три года меня никто не трогал я успела родить ребенка второго успела значит и вот как-то сидя на берегу моря в Сочи мне вдруг осенило что ну надо как-то с этим уже завязывать ну хотя бы для себя ну и вообще свою мечту жизни реализовать стать преподавателем да и вот находясь в Сочи я каким-то образом написала эти работы куда бедно потом отдала их проверять в общем в итоге это длилось очень долго но все совпало мне приходит бумага что у меня приняли эти работы вот вам ваши 10 модулей я начинаю просто писать бевербунги чего делать нельзя сенат категорически запретил да ты что это бевербунг который ты пишешь по своему желанию и отправляешь во все школы и говоришь я вот такой вот молодец инициатив с бевербунг вот так вот да инициатив с бевербунг они сказали нет вы все через нас но я решила ну да конечно сказала я и отправила во все школы которые мне захотелось опять таки перед нами сидит женщина которые не следует слепо всем заявленным правилам потому что ну во-первых это скучно а во-вторых не всегда эффективно ну не всегда это эффективно это правда и Хайнс Галинский Шуле они пригласили сразу на собеседование и собственно мы с ними уже договорились но они наполовину препятная школа и это мне мешало бы дальше расти потому что у них референдариат сделать очень сложно и интересно что они сами работают в этой школе не видят в этом необходимости как бы а мне хотелось в государственную школу и школа в которой я работаю сейчас которая школа сложная находится мной в Кельне сразу скажу что у меня в классе два немецких ребенка вот оно начинается которая заявленная была в посте самая история и вот это была вторая школа сколько человек в классе и кто остальные значит да у меня двадцать человек в классе это люксус это люксус да 20 человек значит вот сейчас у меня первый класс я взяла первый класс и у меня 18 человек это албанцы арабы турки сирийцы беженцы да то есть у меня в классе было три человека которые придя в школу вообще не говорили на немецком языке и это конечно очень большая проблема потому что ну дети варились собственно вот в своей семье говорили только на своем языке и на вопрос а почему ребенок в садик не ходил тут же в общем то это тоже обязанность они просто забыли у них же много детей да но кто-то ходил кто-то не ходил и потом кто-то мне сказал ой вы знаете так далеко водить это через два дома у нас было детский сад ну это очень и я скромно промолчала потому что это конечно было очень досадно вот и вот собственно вот так вот вот слушай ну расскажи как вообще проходит ну вот до сейчас до вот этого сумасшедшего карантина как вообще происходит проходит твой день вот как преподавателя в начальной школе где в основном иностранцы да которые кое-как я так понимаю говорят на немецком вот интересно про этих детей немножечко про их родителей вот мы потому что все слышим про это да и постоянно это в общество эмуссируется там про беженцев про людей которые ну вот откуда-то вот с восточной там скажем так европы и как они вообще собираются ассимилироваться какие у них цели и задачи у детей у родителей насколько они вообще вот в общении как ты находишь с ними общий язык насколько они тебя слушают в общем куча вопросов старайся ну я да значит ну начнем с того что когда я вхожу в кабинет класс встает вне зависимости первый или пятый шестой класс встает это очень хорошо это не говорит о том что это диктат это говорит о том что я встал я сосредоточился я готов к уроку да это воспитывает да может быть если бы у нас была чисто немецкая школа ко мне бы еще пришли родители спросили о том почему это они у вас встают потому что я вам скажу еще честно у меня ребенок учился в немецкой школе ванна франшуле и да они тоже пришли к тому не исключено что пришли именно к этому потому что директор школы она училась у нас в москве в педагогическом университете еще тогда было гдр и может быть тоже она немножечко вот этого и поняла то что понимая все мы выходцы оттуда что для детей очень очень совершенно необходимо знать рамки и исследовать каким-то правилам просто потому что они у них еще психика не сформирована и они не знают как все самим обустроить поэтому должен быть взрослый который их направляет да вот это вот мне кстати очень интересен этот аспект потому что у меня дети учились и учатся в немецких школах и что в государственной что в частной везде вот этот вот разгул этот либерализм и демократии где каждый родитель считает своим долгом высказать свое мнение я считаю вот это вот вы своего ребенка видели кто-то там преподаватель вышел хлопнул дверью просто там сквозняком или может быть как-то там чуть громче чем обычно это была история что а теперь ребенок не может есть а как вообще вы так могли такое допустить что у вас преподаватель ходит хлопает дверью ахлуисхин у нас потеряла аппетит и сон и то есть и вот это вот все муссируется муссердь я думаю бедные бедные преподаватели это очень тяжело и в этом смысле мне очень повезло родители которые вот родители моих немецких деток мы с ними прекрасно общаемся и мы на одной волне родители немецких детей которые уже отдали своих детей в эту школу то это уже скажем так выливающиеся из строя общая масса наверное да потом у нас вот что интересно у ребятишек вот у турков у арабов вот у них все-таки очень сильно вот это развито почитание родителей старших тоже в том числе то есть они с уважением им изначально относятся к тебе с большим наверное чем немецкий ребенок немецкой школе и это очень важно потому что личность учителя имеет все-таки играет роль конечно все это от учителя зависит во многом и выстроить эти рамки правильно так чтобы это было с уважением к ребенку чтобы ребенок тоже видел смысл с одной стороны того что происходит и не чувствовал себя зажатым то есть в рамках этих правил разумных правил которые мы вместе оговорили мы вместе придумали и мы так сказать подписали факт в рамках этих правил мы абсолютно свободны но если мы нарушаем эти правила то есть ну как бы человеческие но санкции человеческие но санкции как далеко ты можешь пойти со своими санкциями и где вообще вот контроль руководства школы насколько далеко тебе позволяют пойти в своих методиках преподавания и воспитания в принципе маленьких еще детей но вообще на самом деле школа вот этот документ который регулирует все параграфы по образованию по устройству школьному школьной системы там вообще то есть параграфы 62 и 63 в которых все четко прописано какие действия может предпринимать учителя потом школа для того чтобы вот ребенка который очень оригинальный в своем поведении как-то направить на пусть истины надоумить и на самом деле то есть как учитель я могу например я говорю дружок значит я три раза предупредила тебя сейчас в следующий раз это будет запись в классный журнал мы не реагируем значит в следующий раз я пишу письмо родителям дорогие друзья давайте будем как-то действовать вместе поможем ребенку чувствовать себя комфортно ты пишешь им куда в этот металлимсхефт в тетрадку я пишу в металлимсхефт если я не вижу никакой реакции то потом уже подключается руководство школы на официальном планке родители поднимают нет мы просто пишем письмо что ребенок это называется шрифлихе эманунг то есть этот эманунг он уже попадает в акты и потом уже родителям становится понятно что уже не смешно все это становится как бы музыка становится нас 굳е родители очень разные у нас были случаи когда родителям было просто конечно же все равно но дело в том что мы все я как учитель я несу ответственность за ребенка персональную ответственность с восьми утра до четырех вечера когда я пришла сюда в школу не я поступала когда в референдариат я проучилась то есть короче говоря когда мы туда пришли нам сказали сразу ребята вы уже одной ногой в тюрьме когда вы выбрали эту профессию классно это очень здорово что нас об этом предупредили сразу потому что действительно если на его в школе что-то случится с моим учеником даже так во время урока вот он мог выйти из класса зачем-то и с ним не дай бог что-то произошло я лично несу за это ответственность кошмар на произойти может все что все то есть он может запнуться и свалиться с лестницы например и что тогда как ты будешь за это отвечать что но моя задача просто принять меры грамотно в этой ситуации себя вести то есть но вот у меня действительно был ребенок который но он прыгал по лестнице и он делал это всегда и не один раз на его предупредили естественно он свалился с этой лестнице и ударился настолько соленом что он не смог ходить мы вызвали скорую мы вызвали родителей то есть мы позвонили родителям сообщили о том что это произошло мы вызвали скорую чтобы ему он растет колено и до чтобы ему обработали рану составили протокол который был отправлен в унфальп атихерунг и собственно все на тебе лично кто-то предъявил какие-то претензии родители нет в этой ситуации мне никто никаких претензий не предъявил потому что собственно мы были подстрахованы со всех сторон то есть ребенок не было один на лестнице их было двое они ходят он пошел извините за подробности в туалет они ходят только вдвоем в начальной школе и собственно вот вот случилось вот именно свидетель что так все произошло недавно злого умысла слушай но вообще это конечно постоянное нахождение на пороховой бочке то есть я так понимаю обучение твое в педагогическом как это институте заведение как это называлось которым ты проходила здесь но это вот они еще в институте то есть там похоже все учение происходило в основном с нажимом на то как не попасть в тюрьму конечно слушай но вот как не попасть в тюрьму вот теперь я вот немножко понимаю почему ты говоришь я люблю свою работу и в чем в принципе проще общаться с контингентом не немецкого происхождения потому что там и и люди но в чем-то они не знают где-то свои законы и права часто что им может быть не так важно как это вот каким-то немцам из таких особенно там высших кругов которые прям вот эти хеликопты да вот родители вертолеты тут может быть как бы дети больше себе предоставлены вот какой процент из класса и детей которые действительно хотят учиться родители следят за их прогрессом сколько все-таки брошенные дети как тебе кажется я сейчас могу сказать что я могу просто сказать в прошлом году я была классным руководителем шестого класса то есть мы с ними были два года 5 6 план это же уже да это дети которые значит я могу сказать что все дети которые хотели поступить гимназию они гимназию поступили вот лично в моем классе сколько человек я тебе сейчас скажу это две трети класса то есть у меня был 21 человек значит ну примерно 14 человек которые хотели они пошли до твоя личная заслуга как нет я считаю что моя личная заслуга только заключается в том что я объяснила им что это исключительно их выбор и их желание и я рассказала о том как сильно нужно будет работать и наверное заслуга в том что я их научила учиться хотя дома в семье скорее всего им это не преподавали потому что но даже если приезжают беженцы и турки она даже если они люди с высшим образованием и вообще образованные люди то их наверное во первых не так много да обычно люди у которых все сложилось на родине они редко как бы покидают родные места то есть такой наглядный пример в семье обычно что зачем вообще учиться то есть важно так личность преподавателя который сможет донести что будет при таком раскладе что будет при таком раскладе чтобы человек мог выбрать тем более если у него есть данные если у человека есть способности которые ты наверняка замечаешь и понимаешь кого там больше как-то фортом как это поддерживать поддерживать направлять дело в том что и вот как наверное интересно что очень много детей на самом деле сейчас ну скажем просто грубо мной кельни вот очень сильно ориентированных на образование и семей очень много турецких семей арабских семей которые правда ориентированы очень на образование даже при этом удивительно но это действительно факт и я считаю что тут тоже важен контакт на самом деле не только с детьми но и с родителями то есть если вовремя родителям объяснишь насколько это важно то они в общем то действует вместе с тобой и прикладывают все усилия и во всяком случае не возникает нам вопросов а почему вот например у моего ребенка школа моему ребенку ребенку еще дополнительно предлагает в продленке обучение поддерживающие да потому что всем сразу понятно что это плюс да что это плюс но вообще интересно получается вот картинка даже какая-то очень идеальная она получается что вот такие вот хорошие классы что вот так вот дети в принципе стремятся и родители там где-то помогают потому что вот из нашего личного опыта дочь поступила в гимназию очень сильную гимназию и там такой был высокий проходной балл и очень многие не поступили но так как существует в каждой гимназии квота просто по лотереи выбирают всех кто подал заявление и попала таким образом ты не помню по квоте сколько процентов проходит но как-то вот достаточно получилось в классе людей которые попали там стройками вот с таким да тем средней оценкой и это как раз были вот дети там турецкого албанского происхождением и я скажу тебе так что они пришли совершенно принесли другую энергию они стали образовывать кланы гимназии все немцы их просто боялись то есть их стали слушаться им стали просто подчиняться потому что это такая грубая сила и если ты не с нами то мы тебя там растопчем и такую ситуацию попала моя дочь вот реальный вот в такой вот моббинг поэтому я как бы выбор мы прошли это на себе и вот я думаю что если бы вот у них была хорошая школа начальная хотя я больше всего конечно всегда считаю что идет из семьи и если они в семье видят что сила главнее чем какие-то возможности объяснения достучаться до разума то наверное даже и школа особенно помочь не может а если да если у ребенка перед глазами совершенно другое то есть в школе говорят там как бы у нас добро и любовь и сила в знаниях дома и на улице получается совершенно другое нет конечно но в вашем случае это очень большое упущение школы потому что я не представляю что коллектив и преподаватели этого не видели и у всех всегда есть рычаги воздействия школа может сто раз говорить что мы ничего не можем с этим сделать это неправда ну вот нам очень не повезло это вот наш конкретный случай не придуманный и не откуда-то взятый потому что у нас нам не повезло сразу с нескольких точек зрения классный руководитель была новенькая ну точнее как бы она была уже старенькая но в этой гимназии она была новенькая и очень хотела видимо остаться и чтобы все у нее было вот шито крыто знаешь вот опять я говорю из моих любимых представителей женщин зеленых таких вот каких-то всегда седых и нечесанных каких-то там в секонд-хенде но это мы сейчас как бы не будем на это отвлекаться как но просто я с такими людьми уже не знаю как коммуницировать и мне кажется они всегда улыбаются а что они думают это совершенно другое знаешь вот такой бывает очень часто встречается к сожалению в германии которые вот так вот с тобой разговаривают а по глазам ты видишь холод непонимание и вообще что-то тут какая-то фифа мне пытаешься сказать знаешь вот это вот это все было видно и она но она сделала просто ужасную вещь вот она сделала просто ужасную вещь и я сейчас себя корю что мы тогда не вмешались и не дошли вот кстати сейчас ты может быть подскажешь что дело в таких случаях подойти если тебе не помогают в школе просто произошла очень неприятная ситуация не знаю как подробно сейчас мне про это рассказывать что моей дочке выкрыли дневник с ее записями прочитали прилюдно в классе друг другу его передавали дневнике это твой дневник да ты пишешь туда что хочешь о чем хочешь и и как хочешь вот но что-то они там нашли и то что им не понравилось и про кого-то она там может быть писал они какие-то но это же твоя личная территория да и что ты там делаешь и когда ее просто начали травить она мы стали писать в школу что сделайте что-нибудь потому что там никто не хотел с ней рядышком сидеть она шла по коридору ей кричали ты уродина ты уродина и все такое в общем ребенка довели когда мы приняли меры с учительницей связались и сказали она собрала собрание после которого ребенок пришел и она сказала что вы наделали она сказала нам что вы наделали в смысле что наделали ты знаешь что было сейчас мама нас собрали вот с теми вот обидчиками которые которые были с дневником и мне сказали что я должна у всех попросить прощения ужасная мне скажет accustomedF HUD я написала гременьки я говорю что ты сделала конечно попросила прощения почему ты попросила прощения разбитые чувствуешь себя винаватой она говорит мамим не там дальше учиться если бы я сказала что я не хочу просить прощения Они бы меня все уже тогда ненавидели И после этого я сказала мужу Мы будем сейчас директор Мы будем действовать Дочь валялась на полу И она сказала, вы больше ничего не будете делать Вы видите, что произошло после того, как вы попытались что-то сделать Она говорит, ты не понимаешь Она каждый день В классный час Она всех собирает и говорит Вы что, кому-то плохо относитесь? У нас что, в классе есть моббинг? А все сидят и говорят Вы что, у нас все прекрасно Мы друг друга любим Что, тебя кто-то обижает? Говорят они, девочки, которые 5 минут назад Заставляли зашнуровывать себе бантинки А я, она говорит, конечно, нет У меня все хорошо, да Со слезами на глазах А учительница говорит, у нас прекрасный класс У нас все замечательно То есть вот это вот нежелание Я не знаю, что это вообще Что это за идиотизм такой, который происходит Это идиотизм в чистом виде Потому что у меня в классе Вот в 6 классе У меня была подобная ситуация Очень важен, конечно, контакт между родителями и ребенком И родители не должны бояться Выходить напрямую на разговор с учителем Желательно делать термин личный То есть визит в школу В котором вы говорите У нас, в моем случае это так и было Пришла мама и сказала Вы знаете, ребенок себя очень плохо чувствует Вплоть до того, что он собирается в школу У него начинает болеть живот И он остается дома И это мне больше ничего не нужно было слышать Я просто сказала Вы должны выяснить конкретно Я не знаю, как вы это будете делать Нам нужна правда, кто его обижает В тот же день были вызваны родители То есть родители этого мальчика пришли сами И пришли родители обидчиков Пришли родители обидчиков Пришел человек, который писал протокол То есть обязательно должна быть третья сторона То есть была я на встрече Воспитатель, который работал с моим классом Еще третий человек, который писал протокол И был как бы между нами медиатором То есть это не должно скатиться на уровень взаимных обид Оскорблений и прочего Этот разговор И были четко расставлены все точки над И То есть я могу сказать следующее Что очень сложно в таких ситуациях, конечно Как-то эту ситуацию Если уже случилось одно Где есть основания полагать, что родители адекватны Раз, что они не скажут, да пошли вы Или скажут даже вам, да, да, мы разберемся Выйдут и скажут сыну, молодец, ты вообще крутой парень у нас оказывается Где вот в этом гарантии? Где гарантии, что ребенку не станет хуже Потому что он говорит, так ты там что-то пошла, нажаловалась Мы тебя теперь вообще То есть Дело в том, что школа может это контролировать Вообще дети в школе не могут находиться Особенно если мы говорим про грунт, шуля И самое интересное, что в гимназии это тоже 7-8 класс Они не могут находиться без присмотра взрослых Это написано в законодательстве школы Дети не могут находиться без присмотра взрослых Я извиняюсь, где были воспитатели и учителя Когда девочка кому-то зашнуровала ботинки Когда кто-то на школьном дворе Начинает прессовать, извините, какого-то третьего ребенка Двое, трое Там должны быть взрослые, которые это видят Вы понимаете, ситуация моббинга Она не возникает ниоткуда И взрослые в школе Они для того... При попустительстве возникает Естественно, она возникает только при попустительстве И когда мы просто закрываем тупо глаза Ну все, я устала Да пусть они там обзываются сколько хотят Главное не на моем уровне Да, дети разберутся Нет, если вы сразу... Вот я как учитель, я вызвала свою воспитательницу, которая работала со мной на классе Я вызвала родителей, сразу всех Всех, кто даже там еще было непонятно Они участвовали в этом или не участвовали Да, потом мы, естественно, мы все это обсудили внутри с родителями Я объяснила размер катастрофы Для меня это была катастрофа Потому что мальчик, мы знаем, что у нас сейчас инклюзион в немецких школах И это давно То есть в классе с нормальными детьми может оказаться ребенок Особенный ребенок, который медленнее, чем остальные реагирует на происходящее У меня был в классе ребенок, у него был диагноз И там одно из проявлений было Он не реагировал, он не понимал юмора вообще Он не понимал шуток, он не понимал юмора А это драматический изгоем становится Да, то есть он сразу, изначально было ощущение, что у него, что над ним просто издеваются Там, когда кто-то улыбнулся там или что-то Это, короче говоря, я могу только сказать, что есть возможности реагировать И реагировать надо обязательно, то есть мы вызвали То есть не запускать, да, как в нашем случае мы пошли на поводу у дочери Хотя надо было перевернуть, просто я сейчас понимаю, там все поставить сверху Мне было жалко, чтобы и она пострадала То есть изначально нужно было идти к учителю и говорить о том, что вот существует такая ситуация И учитель грамотно должен быть, есть прямо методики, которые позволяют класс вывести детей из этого ступора, моббинга Ну вот, знаешь, как нас забили из этого ступора? Нам просто сказали в итоге Ну, точнее, не нам, а Инге сказали, что, мол, ты подожди Потому что они наверняка не доучатся Точнее, они доучатся до конца седьмого класса А дальше они не пойдут, потому что они сюда попали просто по лотерее Гимназия сильная, они вылетят В принципе, так и случилось Основные обидчики покинули школу Хотя иногда до сих пор приходят на переменах, встречаются со своими дружбанами И продолжают свое начатое дело своих жертв, выискивают и обижают Их почему-то пускают, тоже непонятно почему Ну вот это тоже все вопросы, которые ты должна, по идее, задать школе и руководству Почему на территории школы возникают посторонние люди? И почему вообще они там возникают, когда они должны учиться и сидеть в школе? Ну, в общем, короче говоря, это... Да, и отношения в классе все равно было уже не восстановить Потому что если с самого начала роли как-то расписываются Она не была жертвой, она не шла ни на какие компромиссы И у нее получилась такая вот блокада со стороны класса То есть она практически ни с кем не смогла общаться То есть у нее были там симпатии с кем-то, до сих пор хорошие отношения Но, в принципе, последующая вот учеба там была уже мучением Сейчас мы, слава богу, приняли решение и переводим ее в другую школу Что надо было сделать сначала Но опять-таки я говорю, дети разные Моя считала, что это будет ее личным поражением, если мы ее заберем из школы И даже из класса она сказала, я никуда не пойду Потому что они тогда будут считать, что победили, что они меня напугали Я не хочу, чтобы эти люди остались там, а я ушла То есть у нее какие-то свои были принципы, которые, слава богу, сейчас мы ее уговорили Когда у нее уже, мы видели, реально начались проблемы с психикой И когда вместо учебы ребенок постоянно в таком стрессе и болит то одно, то другое И, как ты говоришь, и перед походом в школу начинается то болит голова А то меня вызывают на уроке, потому что ей плохо и предумрачное состояние Я сказала, ну это уже все, понимаешь, это уже достаточно Вот, Суши, вот хотела от тебя страшные истории такие услышать Я сама на самом деле их рассказала, а у тебя, я их так понимаю, нет Потому что ты очень драмотный и добрый, замечательный преподаватель О котором даже написали после поста, что все знают, какой ты замечательный, добрый, ответственный человек И насколько это все-таки важно Я вот сейчас думаю, что если бы у меня сейчас был маленький ребенок Я, может быть, специально возила бы его к тебе в класс Пускай там будут турки, арабы, пускай это будет абсолютное мультикульти Это еще, мне кажется, никому не вредило Видеть, как живут другие, как бывает по-другому И что дети, они в принципе изначально не бывают испорченные Это то, что мы в них закладываем Нет, 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 я могу сказать, что у нас очень комфортная сейчас ситуация в школе в целом То есть, ну вот, элементарно Дети с удовольствием приходят С удовольствием общаемся с родителями, которые Ну, то есть у нас вообще не возникает каких-то вот таких ненужных дискуссий А сколько возникает их у нас в наших благополучных школах Вот мы вчера об этом уже говорили, что вот эти вот трехчасовые собрания, когда обсуждают рубль 50 или рубль 70 сдавать на подарок Вот это вот все, понимаешь, это, конечно... Нет, нет, нет Как вообще, с твоей точки зрения, на каком вообще, в каком состоянии находится образование? Потому что вчера Леночка, которая сидела и заслужилась там до больших ученых Говорит, что с образованием как бы оставляет желать лучшего Мне кажется, что университетское образование там как бы все ок А в школах то, что творится, то, что я вижу своими глазами И причем неважно даже, да, это государственное или частное Она держится вот только на таких людях, вот как ты, да, которые знают, что надо делать И делают это правильно и с добром Если ты преподаватель как бы не от Бога и непонятно, зачем туда вообще пошел То, в принципе, ты можешь сочковать как бы прекрасно всю свою жизнь И что вышло, то что вышло с детьми То есть ты тоже так это видишь Это, к сожалению, правда Конечно, ну как можно контролировать, по большому счету, то, что делает учитель? Контроль идет только за счет тестов И, опять же, ну и каких-то классных работ, по большому счету Очень тяжело учителя уволить То есть, ну... Особенно в данной ситуации, когда учителей нет Не хватает, это крайне тяжело, конечно, хотя... Что должно произойти, чтобы учителя уволили? Я вообще не могу даже... Вот сейчас навскидку какой-то вот такой... Дело не в увольнении, может быть, а дело в том, что... Посадить в тюрьму до какого-то Перевести могут в другую школу Могут перевести в другую школу, если очень сильный конфликт на какой-то почве возник с родителями С родителями и с учениками Ну, то есть, кому-то в другой школе повезет потом дальше Да, то есть, у нас была ситуация, когда у нас дети, старшеклассники А что такое старшеклассники в Нойкёне? Старшеклассники, я имею в виду 5-6 класс Но они уже возрасты 7-8, потому что они повторяли вот первый-второй класс В силу того, что они только приехали, не ходили в детский сад У них не было немецкого... То есть, это уже такие развитые юноши в куберте Да, девушки, юноши, то есть, я на многих смотрела и думала Ребята, ну какая вам школа? Вам нужно реально выходить замуж, рожать детей Ну, вообще... Сказал им Ларис, идите рожайте детей Нет, нет, я всех отправила в гимназию Сказала, у вас у всех прекрасные шансы, идите, пробуйте И надо сказать, они не вылетели до сих пор То есть, попасть-то в гимназию, это одно А ты же можешь не пройти этот... Вылететь очень просто, пробный год, конечно Да, пробный год, и его продлили этот пробный год И в итоге сейчас пока, фу-фу-фу, никто не вылетел, насколько я знаю И все с удовольствием учатся Но какие вот все-таки нам, родителям, какие вот рычаги Что можно сделать, если мы недовольны преподавателем? Значит, если вы недовольны преподавателем, первым делом Первое, вот мной недовольны, мне должны сказать об этом В какой-то форме хотя бы И не скажется ли это на ребенке? Потому что очень часто бытует мнение И я среди русских наших, мамаш сколько это слышала Когда я говорила, я сказала преподавателю Это вот не с дочкой, это с ней вообще не связано Вот даже, скорее, с сыном в частной школе Я сказала, что мне вот это не нравится, почему? И то, что это такое вот в школе было распоряжение Для меня это не объяснение Объясните, почему вот так и так происходит Он говорит, зачем ты это сделала? Зачем ты сказала? У тебя же там сын, а ему вот потом не напишут какую-то рекомендацию Нет, ну простите, что значит не напишут рекомендацию? На каком основании вы не рекомендуете моему ребенку идти в гимназию? Если мы, на секундочку, 2.8, это еще до 2.8 Тебе учитель может дать рекомендацию в гимназию А, у вас после 4-го, да? Но в любом случае ты можешь всегда спросить На каком основании вы не рекомендовали моему ребенку гимназию? Будьте любезны, пожалуйста Ты можешь с этим не согласиться Ты можешь потребовать того, чтобы... Рауды учителей Да, чтобы другие учителя высказались по этому поводу То есть организовывается собрание с директором вместе Как правило, школа очень надеется, честно говоря, на то, что родители не будут там лезть на баррикады Но если такое происходит, то всем поскорее хочется замять конфликт И не только замять, но его решить Ребята, если вы напишите Значит, учитель не реагирует на мои просьбы Ребенок приходит постоянно расстроен У ребенка падает мотивация Я чувствую, что... Вернее, лучше не про чувства, да? Ребенок говорит, что замечает в отношении учителя то-то и то-то в свою сторону Мы ищем встречи с учителем Учитель не реагирует Мы идем к директору и говорим Вы знаете, вот это просто я очень расстроена Моему ребенку очень некомфортно Он вообще уже плохо спит, ест и у него болит живот Я... Прямо письма показываете Вот, я разговаривала с учителем тогда-то, тогда-то, тогда-то Вы вообще приходите разговаривать с учителем и ведите протокол Возьмите третьего человека Объясните учителю Вы не представляете, как это действует Вы не возражаете? Я хочу запротоколировать наш с вами разговор Почему учителя протоколируют ваши встречи А вы не протоколируете встречи с учителями А третьего человека имеешь право приводить? Это же как бы персональный разговор То есть если ты сам придешь... Ну, это нужно обсудить Либо ты можешь вкратце набрасывать моменты, о которых вы говорите Буквально вот... И под подпись Да И потом вы даете прочитать, и учитель должен подписать Если учитель, например, там наплевал и сказал Я не буду это подписывать, это окей У вас уже в руках есть... Вот вы потом к директору просто идете, показываете Мы оговорили вот эти, вот эти, вот эти моменты Реакция никакой не последовала Я прошу вас принять меры Или я обращаюсь к адвокату, и мы пишем в Сенат Вот это вот уже реальная заявка Потому что следующий мой вопрос должен было бы быть Что если дирекция школы так дорожит каждым учителем Что тут вообще вопрос От кого они захотят избавиться скорее От скандальной мамаши с ребенком Или от учителя, понимаешь? Потому что потом учителя они где найдут? То есть это вот в данной ситуации Когда учителей мало, а детей много То есть непонятно еще вот Особенно в государственной школе Которая не так дорожит, наверное, в своей репутации Потому что не придут к ней, там, с денежки не понесут Это вот как бы частные школы еще могут как-то действовать А государственные как бы не уверены Нет, 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 школе не нужен конфликт Школе не нужен человек, у которого постоянно Вот родители лезут на баррикады И поэтому если дирекция не находит взаимопонимания С учителем, то там есть свои То есть это не один, а несколько родителей тогда не должно быть Почему? Нет, нет Даже с одним Ну вот возникает вот такой конфликт В школе совершенно не нужны дирекции Вот эти вот адвокаты Вот эти вот с сенатом Вот эти разборки Сенат реагирует всегда Сенат держит руку на пульсе И если вы написали То будьте уверены, что сенат отреагирует И директор ему дает пошатки Директор, конечно, вызовет сразу учителя И скажет, ну, друзья мои, ну что у вас там происходит В конце концов И, конечно, это уже поздний реакция директора Да, когда вот сенат уже там подключается Но я просто к тому, что рычаги воздействия есть И у вас есть эти права Поэтому, ребята, не отчаивайтесь Самое главное, я так поняла, действовать То есть не повторяйте нашу ошибку Идите и сразу требуйте Потому что речь идет о вашем ребенке О том, каково ему будет дальше каждый день находиться В этой обстановке Слушай, мы уже опять зашли далеко за час Но еще у меня к тебе очень важный вопрос Потому что наверняка он возникает И каждый день у всех, кто сейчас нас слушает Вот сейчас вот эта вот ситуация Дебильная, я прямо скажу, с карантином Когда с кем не поговоришь Ну, все абсолютно в шоке Родители все ноют, все держатся за голову У кого-то листики У кого-то онлайн иногда У кого-то вообще ничего нет И как-то там приходится догадываться Или как у нас постоянно летят эти системы онлайн И не могут подключиться То есть мне кажется Ну вот и прошлые половины года были провальны И сейчас нельзя сказать, что дети что-то как-то выучили Потому что, ну, не происходит образовательный процесс И так он как-то страдал в Германии И сейчас вообще в этой технологически развитой стране Не происходит просто элементарного онлайн обучения Что, кстати, происходит в России Которую мы все ругаем за ее отсталость Ну ты знаешь, да, что интернет у нас здесь Так, в целом в Германии Это вообще большая проблема А про Вернин я вообще не говорю Значит, по теме домашнего обучения Я вам как учитель могу сказать Как человек просто, который работает в системе Я сразу прошу прощения у своих коллег Которые, может быть, будут смотреть это видео Во-первых, школы были обязаны После первого локдауна Подготовиться так, чтобы онлайн обучение было возможно Всем дали возможность Всем прислали программы Всем прислали Как бы всех научили Или школа должна была научить каждого учителя Пользоваться видео Ну или создавать видеоконференции И проводить уроки в видеоконференциях О том, что это может зависнуть на середине И потом приходится переподключаться Это как бы уже не проблема учителя Это проблема вот интернета, да Но у каждой школы Каждая школа была обязана подготовиться Сейчас каждый учитель в течение дня С понедельника по пятницу Должен быть в зоне досягаемости для учеников Не может быть, что вам выдали Arbeitsblätter Просто листы Или вам сказали В учебнике Прочесть со 173-й по 196-й И написать сочинение Это неправильно Учитель должен объяснить, что там Так или иначе Вот я вам скажу У меня первый класс У меня первый класс, третий и четвертый Классное руководство в каком? Первым В третьем и четвертом я преподаю английский язык Так вот, каждый вечер я записываю детям видео уроки В которых я объясняю полностью тему По которой они должны потом сделать задание И я делаю это настолько понятно, чтобы дошло до каждого Я делаю вместе с ними примеры Именно те, которые им дальше нужно будет делать А как вместе с ними? То есть в свое видео обращение? Я в свое видео Я записываю видео и я говорю Итак, дорогие друзья, сейчас у нас с вами немецкий язык И мы берем с вами вот эту тетрадь Мы открываем ее на такой-то странице Какая у нас тема, читаем И мы читаем Это даже еще удобнее, потому что родители, которые находятся рядом с первоклассниками Конечно Могут в любой момент поставить на паузу Пойти найти тетрадь И в принципе очень комфортно получается Да, потом я говорю Упражнение первое Что мы видим? Мы видим это, это, это Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать то-то и то-то Таким образом, действительно, плюс в том, что они в любой момент могут открыть это видео и еще раз посмотреть, что я там сказала Слушай, ну а вот этот вопрос, меня он мучает всегда Это мы с мужем тоже обсуждаем Никто не смог пока ответить В чем вообще проблема? Это чисто техническая? Или это учителя не могут обеспечить? Почему нельзя сделать так же, как в школе? Вот сейчас урок немецкого Подключается преподаватель немецкого Все там в зуме Я не знаю, в какой-то там своей И он ведет урок Просто каждый сидит дома за своим столом Потом урок математики И в этом подключается математик И все там сидят Ну вот, в принципе, у моего сына в гимназии так уроки проходят Урок за уроком? Да, но у них проходит урок Потом им дают задание Они делают задание То есть это не каждый день Вот они сидят около компьютера Все-таки сидеть около компьютера по 6 часов Это совсем другая история Нежели сидеть в кабинете, понимаешь? Это вообще очень большое напряжение для детей Потом есть... Да, есть учителя, которые мотивируют это именно тем Что это для здоровья ужасно И поэтому они делать этого не будут Есть учителя, которые так и ведут эти уроки То есть, в принципе, как эти уроки будут происходить Это отдали, так сказать, на откуп учителям Но они должны это делать в той или иной форме Вы не обязаны объяснять материал ребенку Материал должен быть объяснен так или иначе Виде, что теперь это должны делать родители Которые тоже сидят дома Потому что у них тоже закрыты офисы И вместо того, чтобы делать свою работу Они сидят и выполняют работу преподавателя Учитель должен быть в зоне доступа Я не знаю, как у вас, друзья У нас учителя в частной школе Мы не имеем телефона Мы не можем позвонить У нас есть e-mail, на который она отвечает Не сразу, а в конце дня И у нас два раза в неделю Только по 45 минут уроки онлайн Все остальное время у нас вохан-план Который ребенок там по дням должен выполнять Вечером фотографировать и отсылать Вот И то, что этот вохан-план Я не знаю, я не считаю, что у меня ребенок гений какой-то Может быть просто способный мальчик Но просто то, что им задают В четвертом классе, а он хочет в гимназию Мне кажется, это какой-то второй класс Понимаешь? Ну вот там чуть ли не вернулись Опять раскрашиваем гусеницу Нет, ну это конечно не Пишем новое слово четыре раза Ну то есть настолько все Настолько все примитивно и настолько все Знаешь, из этого вот Чтобы если преподаватели спросят А что вы сделали? А вот мы все сделали Все смогли это сделать Потому что если задания будут чуть-чуть сложнее Видимо возникнут вопросы Как мы это должны объяснять Да, значит надо тренироваться и объяснять Вот просто тупо сидеть Вот себя записывать и себе объяснять Потом смотреть и думать Вообще я, что я там объяснила-то Хоть мне-то самой понятно Что я там объяснила или нет Поэтому это все зависит, ребята, от учителя И вы не должны сидеть и ребенку объяснять Бесконечно материал Если не получилось Если преподаватель все-таки не досягаем Если он... Звоним в школу Там директора и секретариат И этот самый Конректуа или конректорин Они все в школах И они должны решить Они должны этот решить вопрос Вы звоните и говорите Ребята, это невозможно Мы не в состоянии объяснить физику Восьмого класса ребенку Что нам делать, да? То есть, ну, можно сразу не наезжать А просто спросить Что я должна в этой ситуации делать? И послушать, что вам скажут на это Ну, а вообще трясите учителя Учитель должен быть сейчас в зоне доступа В свое рабочее время Ребята нам за это платят деньги И деньги в Германии хорошие Так давайте по-честному будем эти деньги отрабатывать Молодец, Лариса Спасибо тебе большое Да, я совершенно согласна Совершенно согласна Но опять-таки вот вопрос Не каждый родитель пойдет на баррикады Найдет в себе силы там что-то пытаться доказать Да, и сделать То есть, очень многие, мне кажется, поступают так Что, ну, все сейчас как-то там учатся И как-нибудь, как-нибудь Мне кажется, очень многие сейчас перешли в какой-то такой режим Ребята, не упускайте момент Нельзя упускать момент Я просто вот вижу своего ребенка Он в восьмом классе Еще ни разу не было момента То есть, я могла технически только ему подсказать Как делать пауэрпоинт Вот он сделал презентацию в пауэрпоинте Которую он сам, значит, материал Он сделал эту презентацию Он ее отправил Он сразу же получил фидбэк от учителя Вот в течение пяти минут Это хорошо, это правильно Это должно быть так Это должно быть так Не позволяйте школе отмораживаться Не позволяйте сбрасывать все на ваши плечи Не бойтесь, пожалуйста, встать на сторону своих детей Здравого смысла Да, потому что тут реально зависит, получается, от вас, от нас, от всех То есть, если там кто-то не ходит на выборы и говорит от нас Тут ничего не зависит И действительно, может быть, не видит, как там будет происходить и развиваться событие Здесь вы видите, это происходит в вашей семье Это происходит с вашим ребенком И только вы можете повлиять на то, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону И чем больше нас будет, таких активных родителей, которые будут говорить Мы хотим, чтобы ребенку объясняли Мы хотим, чтобы родитель и учитель был в свое рабочее место Время на своем рабочем месте Тем, может быть, больше будет порядка в нашей хваленой Германии Которая за порядком всегда-то и особенно ценилась нами, переселенцами Большое тебе спасибо Мы, мне кажется, такие важные вещи обсудили Ну, я надеюсь, что тоже нашим зрителям было это интересно И мы сейчас почитаем комментарии, которые я так вот вижу здесь появились Очень интересно, спасибо за ценную информацию Слушай, я сейчас перейду к компьютеру и посмотрю Давай Давай, я вообще не вижу Честно говоря, мне придется, видимо, тогда поближе сесть Потому что если есть какие-то вопросы Аленочка Ты можешь сказать еще раз, что прямо сейчас есть возможность задать вопросы Да, вы можете прямо сейчас задать вопросы Если какие-то вопросы появились Алена, очень здорово, если вам было интересно Это очень приятно Так, что там есть у нас еще какой-нибудь? Я вас пока не вижу В общем, ребята, если у вас появятся вопросы Вы можете просто написать Скажем А в какой частной школе программа такая слабая Это, видимо, меня слушает Да, да, да Программа в какой частной школе Вот так интересно, сижу и тебя вижу Ну, я не знаю, стоит ли сейчас такую рекламу делать в нашей школе Ну, в принципе, что скрывать В какой частной школе такая слабая программа Я сейчас говорю про конкретную школу Про Канцшулю Которая находится на Груневальштрассе 44 То есть это немецкая обычная частная школа Не путать с англо-немецкой Вот, и в принципе, мы всегда были довольны всем И вот только во время вот этой вот пандемии карантина Началась такая ерунда, что мне кажется И программа слабая, и техническая поддержка слабая И я не вижу, чтобы вот действительно был какой-то прогресс в учебе Это очень досадно, конечно Но, в принципе, если вы чувствуете, что ребенку это все очень просто Можно сейчас просто онлайн заказать Такие поддерживающие материалы, так сказать Вот прекрасная тоже тема, если ты можешь порекомендовать хорошую платформу, материалы Что можно делать И вот, кстати, очень здорово, потому что ты можешь своему сыну сказать Значит, вот я тебе сейчас принесла три тетрадки Вот это математика, вот это немецкий, а вот это английский И из каждой тетрадки ты делаешь каждый день по странице И мне приносишь показывающие А что за чудные тетрадки? Мильденберг называется И там есть вот просто Übungshaftmatter Übungshaft Deutsch И она Мильденберг Можете сейчас не записывать Я тоже сейчас на слух не воспринимаю Мы в комментарии под этим эфиром обязательно напишем Это с первого по четвертый класс Почему говорю именно об этом? Потому что у меня у самой опыт, как у мамы, очень хороший Я каждый год ребенку покупала тетрадочку Она тоненькая достаточно И просто вот, ну мы на выходные Прямо в этой тетради можно писать и решать Соответственно уровню развития Да, да, то есть это здорово Есть там задачки за звездочки тоже Спасибо, Ильяна Вопрос был задан, так как мы тоже в частной И часто такое о частных уже слышали Ну, я всегда говорю, что частная и нечастная Это, в принципе, не такая большая разница Вот по нашему опыту Мы пошли из-за не очень хорошего опыта с государственной Пошли в частную Хотя в государственной, пока у нас была наша преподаватель Вот еще той школы, той еще закалки, бабушка И первые три класса Мы были в восторге от государственной школы Мы были в совершеннейшем восторге Потом пришла девушка, которая сказала Забудьте все и все все забыть Чем вы выключили? Потому что мы будем петь песни Они привезли откуда-то рояль Все очень радовались, восхищались этой молодой девушкой И все стали вместо учебы петь песни И они действительно благополучно забыли все, что знали С этой бабушкой, которая ушла, к сожалению, на пенсию И весь наш четвертый класс оказался просто смытым И, кстати, произошло, видимо, то, что ты это и говоришь Что, видимо, было столько недовольных, что она перешла в другую школу В какую-то Вальдовшуле, где действительно этот либерал-булшит как раз процветает Все поют и танцуют А у нас проблемы тогда серьезные возникли И что мне нравилось или не нравилось Вообще всегда это странно с родителями немцами На собраниях ни один человек не сказал, что их что-то не устраивает Когда все пели песни Все говорили, мы так рады Дети улыбаются, дети смеются Но каждый из них, раз произошла такая ситуация Видимо, куда-то в дирекцию писали, звонили И в итоге я узнала, что вот так вот ее попросили из школы А когда я на собрании говорила А когда будут домашние задания А когда дети будут учиться На меня смотрели все вместе И преподаватель говорила Фрау Энли Харт, мы здесь Для того, чтобы обсудить ночевку в школе Какие мы берем фонарики Что мы берем, какие матрасики Вообще тема домашних заданий нас сейчас не интересует И все дружно говорили Фрау Энли Харт, вы что вообще пришли Мы тут по другой теме собрались Ну в общем, и когда вот такой вот трэш видишь Ну думаешь, ну вот в частной школе должно быть по-другому И там действительно по-другому Там все-таки больше вот этой ответственности в организации Кроме, как я говорю, того, что началось с момента пандемии И последнее Значит, сказала с первого по четвертый Пятый, шестой класс математика Тоже есть очень хорошие тетради рабочие Это прям рабочая тетрадь, в которой объясняется темой Вот коротенько сверху И дальше пошли примеры Ой, как здорово Прямо тетрадь ты в ней и пишешь Мой ребенок старший учился в Анна Франкшуле Именно по этим тетрадям И по каким, по учебникам Учебники бывают дебильнейшие Извините меня, пожалуйста А кто выбирает эти учебники для обучения? Я не знаю, я не знаю, как это делается, как это выбирается Потому что выбирает эта школа И кому вообще в больной мозг приходит идея Выбрать какую-то книгу, по которой вообще ты сам разобраться не можешь Что там к чему В общем, если будет интересно, мы вам скинем Ну, про Мильденберг так и так Пятый, шестой класс математика Это тоже очень здорово, потому что Очень понятно Очень логично И да, это помогает ребенку И читать Спасибо, мы это обязательно Читать, ребята, читаем Обязательно Каждый день Каждый день вы читаете В обязательном порядке Заставляете Вы заставляете Я не буду сейчас рассказывать о том, что вот ему не интересно Это лирика Значит, мы даем книгу Книгу можно найти вместе с ребенком Выбрать Огромное Да, то, что ему интересно Выбрали книгу Дали в руки Дружок Пять страниц И вопросы, может быть, по прочитанным Ларис, я тебя сегодня не отпущу Я сейчас опять вспомнила Вообще такую животрепещущую тему Да Раз уж мы попали на На преподавателя с большой буквы В нашем эфире Я с радостью Скажи, вот этот вопрос И для меня, и для всех тоже всегда Какое мгновение Где найти рекомендуемую литературу Для такого-то возраста Я знаю, что существует какой-то там Тайный список Какой-то мы даже его держали в руках Где там была Ну, то есть вот Такого Открытого доступа Где найти И понять, что Моему ребенку, допустим В 10 лет Хорошо бы почитать Приходишь в библиотеку Тебе говорят Вот там стойка Значит, смотрите Я вам сейчас объясню Вообще Эти списки литературы Хорошо, если он где-то появился У меня его, я сейчас честно скажу У меня его нет Но я могу поискать Я его тоже видела Каждая школа В принципе В каждой школе Обязательно есть фанатеющие От немецкого языка Учителя Которые составляют Этот список Для 1, 2, 3, 4, 5, 6 класса Точно в каждой школе есть Да Они должны Они должны Это обязательно делать Тебе нужно спросить У вашего учителя Будьте добры Список рекомендуемой литературы И пусть учитель Заморочится тем Где ему найти Этот список Как все просто Потому что Это обязательно Мы должны Предлагать детям То есть вообще Если школа Вот в вашей школе Это прямо должно быть У моего ребенка У старшего Была витрина Фойе Где выкладывались Книги прямо Которые учителя Рекомендует Прочитать детям В первом классе Это были и новинки Это были те книги Которые с удовольствием Дети читали В прошлом году И вот ты в витрине Прямо видишь А вот эта книга вышла О ней какие-то рецензии А вот это дети С удовольствием читали Это обязательно Супер Потому что Мои с удовольствием читают Только записки Вот этот дневник Грега Больше ничего Вот кстати говоря Если сейчас Вы читаете записки Грега Мы можем потом С тобой отдельно Еще связаться Потому что мы нашли Вот у меня ребенок Я повторю В седьмом-восьмом классе Мы нашли очень интересную Литературу На немецком языке Которую он читает В захлеб Но мы начинали Но мы начинали Именно с того Дружочек Две странички Дружочек Три странички Давай одну я Другую ты Обязательно Ребята Без этого никуда Гаджеты Форевер Мир электроники Тысячу раз Читающий человек Всегда даст фору Не читающему Мы это Причем Золотые слова Подписываешь Под всем Да Пожалуйста Вы облегчите Ребенку жизнь В школе очень И начинайте С себя Начинайте С собственного примера И кстати Про книги Их можно В этом Ну сейчас Закрытый магазин Хотя я точно знаю На Александр Плац Талия Книжный магазин Я не знаю почему Он работает Да ты что Он работает И туда можно прийти И прямо вот Целая полка Вот там написано Книги для детей Скажем там От восьми До десяти лет Так вот именно Что их так много У нас в библиотеке То же самое Когда спрашиваешь Они говорят Вот для вашего возраста Ты понимаешь Да Мы потратили много времени С ценом Мы пришли туда Вот конкретно Мы искали одного автора А потом Мы нашли Оказывается Еще вот он Прям пришел И увидел Начал листать В середине Прочитал В конце прочитал Вот я хочу вот это Мне это интересно Супер Ребят Кстати Почему Давайте вот Как говорит Лариса Не отмораживаемся Да И после этого Напишешь Книги Которые Надеюсь Они будут читать Большим удовольствием И последнее Что я скажу По поводу Залипания с гаджетами Не буду сейчас Про вред вообще Не об этом речь Значит Я в какой-то момент Источник не назову Но прочитала Очень интересную вещь Возможно Вы знаете о том Что у вашего ребенка Должно быть Четыре часа В день Свободного времени В эти четыре часа Он может делать То, что он хочет И если он просто Лежит на диване Я вам клянусь Четыре часа Это его дело Даже если он лежит На диване И плюет в потолок Все четыре часа Это его дело Если он лежит С гаджетом Это Конечно Мы можем предложить ему Пойти погулять Туда Сюда Но в принципе Это его время То есть Если он гуляет Это время Которое я ему назначила А потом он приходит И говорит А теперь мое время Значит Я Для себя Поняла это так Что четыре часа Времени Которое он может Потратить на то На что он хочет Давайте не будем Забывать о том Что вы конечно Перед этим сказали Какой подарочек Детям нашим Сделала Лариса Дорогой мне мой друг Нет Смотри Ты говоришь Значит Четыре часа Великолепно Ты можешь Таращиться В свой Я не знаю Плейстейшн Четыре часа Но Значит Ты сделал Домашнее задание Без дискуссий Ты прочитал Пять страниц На немецком И две страницы На русском Извини Да Сказать в камеру Аллилуйя Это говорит Это говорит о чем Что мы не будем Сидеть четыре часа Все-таки В телефоне Ну Это немного Уже Да А сколько нормально Час А то Потом у меня начинается И голова И болеть Ты мой Бедный ребенок У него голова Вот у этого Щекастого Ну В общем Надеюсь Что ваши дети Тоже так ответят Хотя бы в кадр Ну Ребята Они могут ответить Как угодно Если по-честному То действительно Вы Обрисовываете Круг Обязанности Или делаете План на день Это на самом деле И себя еще Нужно Дисциплинировать Для того Чтобы этот план Сделать Но Вот у вас план Вы ему даете Говоришь Значит так Математику сделал Крестик поставил Он у вас Сделал все дела Он почитал Ну и пусть он делает Что хочет Но не надо их дергать То постоянно Да что ты лежишь А может быть он вообще Лежит Мечтает Может быть он играет А в этот момент У него какой-то процесс В мозгу происходит Который Вообще влияет На его будущее Становление Как личности Мы-то не знаем С вами Может быть это не просто Таращиться в гаджеты Может быть это вот Еще какую-то Роль играет Вообще важную Ну Вопрос спорный Но факт Остается Фактом Четыре часа У ребенка Времени Который предназначен Сам себе Видишь какая сегодня Добрая тетя пришла Спасибо Да мы уже увиделись Спасибо Спасибо Все По-моему В Алексе вопрос Это видимо Про кморгенную магазин Да в Алексе Талия в Алексе Сто процентов Была там Несколько раз Вот сейчас Уже буквально В локдаун И Я не помню Давайте там встретимся Слушайте точно А еще Можно встречаться В автобусах В автобусах И поездах У нас уже у компании Был такой опыт Все как бы случайно Поехали на море Да В одном поезде Там случайно встретились Так бывает тоже Ладно Мы сейчас начали Какую-то агитацию Против партии И правительства Но Кажется решает Для себя В таких случаях Говорю я Будьте осторожны Берегите себя Свое здоровье И конечно же Относитесь В уважении К своим близким Которые боятся Заболеть Большое спасибо Оставайтесь с нами Смотрите в записи На ютуб Это будет тоже Прямо сегодня Завтра постараюсь Выложить Ну и конечно Мы всегда рады Вашим вопросам Спасибо Большое спасибо Большое тебе спасибо Что ты есть И такая Я была очень рада Замечательная Спасибо